Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И сегодня мы с Диной вам расскажем об одном очень важном и очень интересном аспекте яхтинга. Не зря я с собой держу скотч, потому что темой сегодняшнего нашего выпуска будет... Животопечище! Как сделать из вот этого противного... А-а-а! А-а-а! Сексуальное... Так вот... Я не согласна! Так вот, сегодня мы вам будем рассказывать о лентах, липких лентах, которые применяются в яхтинге. И так, как вы уже поняли, в начале выпуска я вам показал, что мы будем делать с лентами. Да, девочка? Да-да! Короче, задача у нас такая. На лодке очень часто бывают ситуации, когда что-то идет не так. И вам необходимо иметь какой-то ремкомплект различных лент, я не знаю, там каких-то пэтчей, чего угодно, чтобы залепить, локализовать проблему и уже по приходу в нормальный бот-ярд или где есть нормальный сервис заниматься непосредственно ремонтом. То есть, нам нужен тревожный чемоданчик из лент, которым мы можем, не знаю, там, заизолировать топливопровод текущий. В общем, что-то исправить. Срочно починить. Да, что-то срочно починить. Better done than perfect. Better done than perfect. Правильно. Итак, мы попросили наших киевских друзей собрать нам такой тревожный чемоданчик. И так как они занимаются именно производством, ну, во всяком случае, продажей лент, они мне прислали вот такой вот мешочек. И у нас будет сегодняшний выпуск. Это распаковка. Мы будем садиться и разбирать, чем мы сможем пользоваться, для каких целей. Моя прелесть. Ремонт пакет. Ремонт пакет. Чемоданчик для тревога. Короче, это будет, собственно, суть. Мы не очень хорошо разбираемся в специфике лент. И будем с вами разбираться, что и для чего мы сможем использовать. Алексей, спасибо тебе огромное за чемоданчик для тревога. Погнали. Теперь давайте брать по одному подарку из мешка Деда Мороза. И смотреть, что же, собственно, здесь такого интересного у нас есть. Ну, во-первых, обычная изолента для электрических проводов, которая, кстати, применяется не только в проводах, а применяется еще для перерезания веревок. То есть мы делаем вот так. Ух ты, прикольно отрывается. Короче, делается вот таким вот образом. Просто обматывается вокруг веревки. И даже отрывается хорошо. Получается вот такая вот фигня. Потом разрезается. И в этом месте нету ниток, которые сотаются вот такими вот большими, неприятными, гадкими такими волосами. Короче, потом обжигается где-то зажигалка или на плите. И получается ровный вот такой вот конец. Но очень важный элемент это взять просто изоленту и ее обвязать вокруг веревки. Короче, очень часто вот китайские изоленты, они вот рвутся просто кусками. Вот это вот одним большим снимается. Ну что, давайте попробуем за... Ух ты, она липнет крепко. Короче. И отрывается, что тоже немаловажно. Короче, вот вы видите, получилась такая штука, которая липнет и не разваливается. Ну, в общем, переходим к следующей. Так, теперь берем обычную изоленту, которая называется... Господи. Которая называется Insulating Tape. То есть, эта штука просто обычная изолента, которой мы пользуемся для электрических проводов. Особенностью этой ленты является то, что она Flame Retardant. То есть, это, грубо говоря, эта штука называется антиперен. Короче, это фосфаты и хлориды аммония, которые добавляют в пластмассы для того, чтобы замедлить процессы горения. То есть, давайте будем сейчас сжечь изоленты. Короче, вот у нас лента. Берем... Легко отрывается. Берем вот такой вот кусочек. Его отрезаем. Отрезали. Теперь мы его куда-нибудь наклеим. И будем сжечь. Короче, вот у нас есть тут... Как-то вот это все происходит. Берем зажигалку. То есть... Вот так она, как вы видите, ну реально нормально. Если будет короткое замыкание, ничего фатально страшного не произойдет. Вот я наклеил две китайские. Давайте смотреть, что с ними будет. Баба! Ну, в самом деле, по свойствам очень похоже. Ну, если не считать того, что она, блин, горит. Ну, по... То есть, видите, китайские, кстати, тоже неплохие. Я так понимаю, что это просто стандарт индустрии. При очень важной позиции на лодке, и самой, наверное, незаменимой, является Duck Tape. Вообще, вот этот вот армированный скотч... Нет, не скотч. Скотч это название фирмы. Но, между прочим, Duck Tape это тоже название фирмы. Duck пишется как утка. Это название бренда, который начал выпускать вот эти армированные ленты для ремонта охладительных и нагревательных систем. То есть, вообще, сам тип ленты называется Duck Tape. То есть, вот так вот, как сейчас написано на экране. У нас он есть серебристый черный. И, как я показывал в начале видео... Диночка, какой цвет ты предпочитаешь? Тот, что посередине. Беленький? Да. Хорошо, сегодня вечером будем использовать беленький. Спокойно. Duck Tape. А есть еще шанс, что Duck Tape он называется, потому что берутся губы такие. Просто делается уточкой. Что было раньше, губы или Duck Tape? Короче, едем дальше. Леная поверхность, гель-код. Вот мы его лепим прямо на гель-код. Придавливаем. Вот так вот. А теперь пробуем его оторвать. То есть, учтите, что поверхность рифленая. Оп. Отрывается. А если поверхность гладкая, то тогда он отрывается вообще. Так, следующий пункт. У нас есть вот такая лента. Это safety grip. То есть, если у вас есть там ступеньки или что угодно, чтобы не поскальзываться, вот эту вот фигню приклеиваем на ступеньки. Но в нашем случае у нас есть окна, на которых вот эта штука уже стерлась. Поэтому давайте сейчас мы это прямо и сделаем. У нас сейчас немножко ветрено, поэтому уж простите, ветер будет в микрофоне. Но это не помешает нам сделать то, что мы изначально запланировали. Короче, вот вы видите окошко. И на окошке вот здесь или вот здесь должны быть ленты антипоскальзывающие. Это как раз вот, собственно, вот эта вот лента, которую мы сейчас будем сюда лепить. Но для этого нужно сначала обезжирить поверхность. Поэтому мы берем ацетон в бутылке. Берем туалетную бумагу, салфетки, в нашем случае это Кардашьян Эдишн. Берем бумажечку. Ацетоним. И протираем ту часть окна, куда мы хотим наклеить данную полосочку. Сюда и вот сюда. Так, все, с этим есть. Видите, какая грязь, на это не прилипнет. Поэтому вытираем насухо и ждем какое-то время. Вот. Ну и ацетончик, естественно, закрываем обратно. Так, все, получилось. Отрезали. Поехали. так все лента 1 наклеена и сейчас точно также берем замеряем и клеим еще одну вот сюда дальше у меня есть вот такой вот набор это совершенно разные ленты короче вот эта лента вы видите она идет с прозрачным внутри с прозрачной основой есть такая же лента с черной основой и есть такие же только тоже с прозрачной основой но тоньше то есть они идут 19 на 2 миллиметра давайте возьмем ее куда-нибудь приклеим это на самом деле мы пользуемся такими штуками на куда-то нужно прилепить вот так вот отрывается кусочек отрезается и внутри идет армированная такая то есть у нее блин достаточно большое усилие на отрыв обычно два килограмма или четыре килограмма на квадратный сантиметр то есть открывается это верхняя штука и сюда можно что не будет приклеить например вот эту вот фигню то есть можно приклеить я не задам проектор к стене то есть еще крепкая фигня видите как она отрывается все повезло а теперь мы берем эту черную ленту и будем использовать ее по назначению то есть мы сейчас проклеим моторный отсек экономии времени я не показывал как это я делаю но здесь ничего особенного нет вот увидите вот эта лента которая я сейчас свечу вот она идет по всей высоте дверцы и с этой стороны также то есть я ее подрезал просто немножечко кривовато под ширину вот этой вот самой полочки но теперь мы берем просто крышку и закрываем и вот смотрим как она ложится то есть на резинке никакой вибрации нету мягенько лежит сама дверца моторного отсека собственно для этого и нужны прорезиненные ленты так дальше у меня есть вот такая штука она нужна для того чтобы клеить ее на скользкие мокрые поверхности например если у вас в ванной в душе идет абсолютно ровный пол иногда не можно поскользнуться тогда есть вот такие вот ленты давайте сейчас их и наклеим так здесь все то же самое берем ацетон мочим бумажку и начинаем сейчас я не знаю как это попытаться показать короче вот наверное здесь видно натираем ту поверхность на которую мы будем клеить данные наклейки так теперь берем наклейки что у нас здесь пишут так антискользящая лента это все такое дело так берем теперь вот такие вот ух ты симпатично так вот одну штучку а так вот я полосочки нарезал теперь берем и клеим их на то место где им положено быть они еще являются такими прозрачными вот если снять эту штуку вот увидите что они такие короче будет видно все что находится под ними и вот по такому принципу сейчас я их наклею все абсолютно на пол то есть когда здесь мокро это штуки получаются вообще не скользкие то есть в этом месте можно абсолютно вот супер гриб то есть супер контакт особенно важно это на краях потому что обычно с краев испадаешь короче прикольно вот теперь можно это будет сделать еще вот здесь вот сделать несколько вот так полосочек и будет но так далее силиконовая вулканизирующая лента и так очень часто бывает когда нужно что-то там течет или что-то нужно чтобы не затекала типа допустим провода которые находятся постоянно в воде для этих целей я использую такую вот пленку то есть берем и читаем инструкцию здесь она состоит из нескольких слоев вот эти вот слои мы отлепляем она кстати вообще не липкая потому что скорее всего липкая вот та часть которая с другой стороны далее отрезаем у нас получился вот такой вот плачок теперь мы его отрываем от этой ленты и он абсолютно не липкий то есть абсолютно не просто скользкая поверхность то она такая просто кусочек резинки так теперь вытягиваем ее в три раза вытянули и теперь вот эту вот часть наматываем одну на другую так вот что получилось у меня на пальце выдерживает эта штука 12 атмосфер давления то есть если будет до 12 атмосфер если будет откуда-то что-то давить то есть эта штука будет работать хорошо получился вообще ого блин ого получился абсолютно монолитный слой просто одним большим куском я сейчас покажу ближе короче теперь как его снимать пошел короче на себе не испытывайте можно себя сильно повредить есть прикол том что она просто вытягивается и за счет того что поверхность к поверхности очень хорошо прилегает с этим разобрались то есть это можно использовать согласно инструкции кстати рабочий диапазон температур от минус 65 до плюс 260 градусов цельсия то есть она еще не горит а ну проверим все-таки 260 градусов это не совсем зажигалка я думаю что если ее сварить ничего не получится а ну проверочка короче она просто сливает и при этом продолжает работать эту штуку очень удобно использовать когда допустим где-нибудь на мачте мы провода изолировали и потом сделать так чтобы туда не попадала влага мы берем ее вытягиваем обматываем все провода и оставляем и получится такой большой силиконовый монолитный кусок поэтому этой штукой вот для этих условий очень нормально пользоваться если нужно получить провести электричество где-нибудь под водой то есть за изолировали подождали написано что он становится монолитным слоем через 30 секунд и написано что он при этом не горит еще одно применение данная лента она стойка к маслам то есть если у вас например в тузике проходился провод топливный топливопровод то просто этой штукой обматываете оставляете также это может касаться и трубок топливопроводов в лодке тех магистралях которые идут к основному двигателю то есть где-то течь пережала что-то с стасовом просто обмотали этой штукой оставили все работает очень ценная штука очень ценная лента именно для вот таких вот аварийных ремонтов так следующее для ремонта труб что здесь у нас не токсичен не требует инструмента затвердевает за 30 минут выдерживает давление до 13 атмосфер и так что же там внутри перчатки таре тот редкий случай когда ими пользуюсь но это я наверно открывать не буду потому что внутри асбестовая лента и она мягкая то есть я так понимаю она просто заматывается она затвердевает и все ну в таком случае так показано на вот этой картинке но мы это оставим именно для того случая когда это реально будет необходим так следующая лента которую мы мы будем пользовать это написано сингл совет power ceiling tape то есть это односторонняя армированная лента для залипла видно ее придавила пока наехала короче армированная односторонняя лента силинг это это склеивание изоляция эта лента является вспененным вспененным акрилом эта лента является вспененным акрилом короче берем ее вот начинаем и вот собственно это лента то есть вот она так отрывается она прозрачная с этой стороны клеющий слой с этой стороны просто гладкий слой например есть какой-то там тюбик да вот этот тюбик течет вот вы этой штукой просто вот так вот его натягиваете чуть-чуть обмазываете и он создает герметичный слой через который ничего никакая влага топлива то есть у вас допустим там топ топливная канистра лопнула просто залепливаете ее временно она вулканизирует и становится просто частью упаковки короче для чего эта лента еще применяется вот вы допустим насверлили какую-то пластину у вас есть торчат там саморезы или болтики с шляпками просто вы сверху клеите вот эту ленту прижимаете ее со всех сторон она полностью облепляет все эти болтики берете кисточку и красите в цвет то есть грубо говоря вы просто закрыли поверхность которой вы только что пользовались оф защита водная защита защита от воды ну и последняя лента которая у нас сегодня в списке есть это лента для ремонта пластика стекла пленок и поликарбоната и смотрим она такая глянцевая красивая она выглядит как прозрачный такой скотч если у вас там допустим лопнуло стекло то вы просто берете и эту штуку наклеиваете и вариант ремонта вполне приемли короче как работает эта прозрачная лента вот если у вас здесь где-то есть какая-то трещина вы просто берете эту трещину лепите на нее вот эту вот пленочку и полностью ее прикатываете то есть у вас получается просто клевый ремонт для трещин и гидроизоляция чтобы сделать так и к вам не затекала вода то есть она очень крепкая на отрыв то есть я ее конечно отрываю но это достаточно большое усилие если где-то просачивается вода вот этой вот фигней можно смело сверху клеить это увидите она так достаточно плохо отрывается в первом на ее от себя оторвать эту штуку можно отрывать рукой этому что-то лучше не делать вот это прозрачное лето применяется для ремонта окон теплиц пластика тентов чего угодно и вот у нас тент уже умер наш и в нем появились дыры от солнца а эта штука еще и противостоит ультрафиолетовым лучам идемте сейчас я заклею дырку через которую у нас течет вода что тут у нас вот посмотри вот это уже просто полностью разрушенный материал вот видите как солнце разрушает любые материалы и также она действует и на ткань но на самом деле мы сейчас просто залепим чтобы она не текло это просто я как вам для иллюстрации того как это работает вообще конечно спиртом если что но обезжирить его или ацетоном можно но чем-нибудь обезжирить но это сейчас не важно то есть все теперь у нас вот в этом месте уже ничего течь не будет и она нам надо сделать и она не разрушится все переклеить теперь переклеиваем все у меня тут есть еще для тебя работенка вот это два еще и туши заклеиваем раз уж ты пошел раз уж взялся чини да на самом деле наш тент уже ждет времени где это будет немножко подешевле чем на мартининг потому что здесь какие-то безумные цены нам предложили сделать чехол на тузик за 800 евро но я в общем отказался поэтому я жду варианта где будет чуть-чуть дешевле чтобы чтобы перешить а пока мы его лепим славы но не просто не тепло в дождь вот так вот и в раз она кстати держится очень крепко вообще очень очень крепко все его еще снизу под давлю время покажет я хочу показать как ты встрял в задачу посерьезней хотел было отделаться одной маленькой дырочкой ну вот нашлась 2 3 в сортах говна не разбираюсь латай давай а те еще предлагаю молнии наши прекрасные проклеить слушают это будет тема давай я так гуляли не текут а расскажи это вон той вот этой что она не течет давай готов клей лучше мы не занимаемся ремонтом вот этого сраного тента решили вам показать как это работает ну и раз уже показывают как это работает заклеим эти говеные дырочки да да ведь ужасные дырочки короче вот я пока наклеивал не следующая лопнула это похоже как было с нашим тузиком я думаю нам светит скоро новый бимини а это так непонятно ну что молнии заклеишь нет или ну или не хочу уже все хватит достаточно наклеился короче друзья вот так вот мы с вами распаковали нашу посылочку с аварийными лентами или ремкомплектами лент для лодки на случай если что-то идет не так и требуется экстренный ремонт это такой тревожный чемоданчик который мы открываем и лепим 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 заклеиваем собираем все в кучу я считаю что такой чемоданчик должен быть у каждого яхтсмена потому что вы понимаете что в различных ситуациях в море может что-то пойти не так какие-то течи топливопроводов течи бимини и вам нужно не сделать из этого что-то такое вот прямо решение вам нужно просто дотянуть до сервиса дотянуть до ремонта и именно для этих целей я попросил собрать мне вот такой вот чемоданчик с различными лентами на все случаи жизни и это то чем мы с вами занимались это у меня был пакаут да или как-то распаковка анпэк анпэк да мы распаковывали вот этот вот тревожный чемоданчик лент и и разбирались что чему подписывайтесь на наш канал ставьте лайки и до встречи через несколько дней уже в новом выпуске в новой серии пока